7 класс, 28 серия. Аксиома параллельных прямых. Через точку, не лежащую на данной прямой, проходит только одна прямая, параллельная данной. Давайте рассмотрим следствия из этой аксиомы. Первое следствие. Если прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, то она пересекает и другую. Параллельные прямые А и В. С секущие, то она пересекает эти параллельные прямые в двух точках. Так вот, если С пересекает А, то С пересекает и В. Второе следствие. Если две прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны. Например, прямая А параллельна прямой В. И прямая С тоже параллельна прямой В. В таком случае прямые А и С параллельны. Первая задача. Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых А и В, секущей С, если один из углов на 20 градусов меньше другого. Давайте обозначим градусную меру меньшего угла за х. Итак, х градусов – это меньший угол. Угол, смежный с ним, на 20 градусов больше. Его градусная мера – х плюс 20. Ну, а теперь осталось найти значение х и назвать градусные меры всех углов, которые образуются. Итак, смежные углы в сумме составляют 180 градусов. Значит, х плюс 20 плюс х – это 180. Значит, 2х – 160, х равен 80. Так, давайте красным цветом сейчас покажем все углы, градусная мера которых 80 градусов. 80 градусов. Вертикальный с ним тоже 80 градусов. Накрест лежащие равны, если А и В параллельны, А, С секущие. Вертикальные углы равны. Так, это меньшие углы, они имеют градусную меру 80 градусов. Так, теперь зеленым цветом давайте покажем углы, градусная мера которых на 20 градусов больше. 100 градусов. Так, вертикальные углы равны. Так, соответственные углы равны. Вертикальные углы равны. Значит, зеленым цветом показаны углы, градусная мера которых 100 градусов. Вторая задача. Найдите все углы, образованные при пересечении двух параллельных прямых А и В, секущей С, если один из углов в три раза больше другого. Так, градусную меру меньшего обозначим за х. Смежный с ним в три раза больше. Его градусная мера 3 умножить на х. Сумма смежных углов 180. Значит, 4х – это 180. Х – 45. Так, показываю зеленым цветом углы. 45 градусов. 45. Вертикальный с ним 45. Накрест лежащие равны. Вертикальные равны. Так, ну а… Например, красным цветом. Давайте покажем углы, которые больше в три раза. Итак, это 180 минус 45 будет 135. Здесь тоже 135. Это углы вертикальные. Так, кроме того, соответственные углы равны. Если А и В параллельно и С секущие, вертикальные углы равны. Это углы по 135 градусов. Третья задача. Внутри неразвернутого угла А, В, С. Давайте сразу отметим этот угол. Вот угол А, В, С. Внутри этого угла проведены параллельные лучи А, Д и С, Е. Угол А, В, С, Е – 135 градусов. Угол В, С, Е – 120 градусов. В, С, Е – 120 градусов. Надо найти градусную меру угла А, В, С. Так, давайте построим луч, дополнительный лучу С, Е. Итак, дополнительный луч и обозначим его С, Ф. То есть они лежат на одной прямой. Лучи С, Е и С, Ф. Это дополнительные лучи. Так, давайте построим еще один луч. Луч, который будет дополнительным к лучу БА. Это будет луч БН. Вот, итак, луч БА и БН тоже лежат на одной прямой. Это дополнительные лучи. Так, можно назвать градусную меру угла В, С, Ф. Потому что если вот этот угол – 120 градусов, значит, угол смежный данному будет 180 минус 120. Значит, здесь будет 60 градусов. Кроме того, по условию задачи известно, что А, Д параллельно С, Е. Значит, градусная мера угла В, О, С будет 180 минус угол Д, А, Б. То есть градусная мера угла В, О, С будет равна 180 минус 135. Значит, В, О, С, получается 45 градусов. Так, ну, а теперь можно назвать градусную меру угла О, В, С. Вот этого угла. Сумма углов треугольника 180 минус 60 и минус 45, получается 75 градусов. Итак, мы сейчас нашли угол О, В, С. Вот этот угол. Его градусная мера – 75 градусов. А вопрос задачи угол А, В, С, смежный с углом О, В, С. Значит, 180 минус 75, получается 105. 180 минус 75 – ответ 105 градусов. Итак, градусная мера угла А, В, С – 105 градусов. Пár 120 минус 85, получается 90 минус 75 Д в 1-С 85-5. Иначе Обcalippe Б esqueц О, В, С tank